Лицензирование управляющих компаний в регионе планируется завершить к весне этого года. Без специального разрешения хозяйственники будут просто не вправе обслуживать жилые дома. Процесс лицензирования поможет оградить рынок коммунальных услуг от недобросовестных предпринимателей, тем самым повысить качество обслуживания населения. По признанию заместителя губернатора и руководителя регионального департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексея Кайдалова, проблема с ЖКХ одна из болезненных тем в стране. Округ не исключение. Итак, как, кто и зачем будут проходить лицензирование? Этим вопросом посвятили пресс-конференцию. Вопрос действительно серьезный. Во всех регионах России здесь мы не являемся исключением. Вопросы управляющих компаний, их порядочности, исполнениями своего функционала так, как это должно быть, это такой серьезнейший вопрос, который у нас здесь, безусловно, не в самом лучшем виде находится. И вот как помощь в том, чтобы действительно, по крайней мере, определиться с тем кругом управляющих компаний, которые будут, надеюсь, добросовестно работать в регионе, это инструмент лицензирования. Первые вопросы и первый ответ. На что, собственно, направлено лицензирование управляющих компаний? Прежде всего, лицензирование направлено на то, чтобы на данном рынке остались или пришли такие компании, которые, прежде всего, профессионально подготовлены именно к управлению многоквартирными домами. Прежде всего, это руководители, которые не должны быть в реестре общероссийском дисквалифицированы, как руководители. В общем, должны остаться те компании, которые действительно пришли на этот рынок серьезными намерениями. Журналистов интересует, а готовы ли наши управляющие компании к лицензированию. Процедура все-таки серьезная и требования нужно будет соблюсти все до единого. Сегодня еще рано говорить о том, кто из них подаст заявление. Но на сегодняшний момент у нас только четыре заявления, вот четыре, по-моему, заявления на коалиционный экзамен. Дело в том, что для того, чтобы получить лицензию к 1 мая, управляющая компания, одно из лицензионных требований – это руководитель должен быть аттестован, пройти коалиционный экзамен. Следующий вопрос – наличие спецтехники и простейшего инвентаря. Если, к примеру, у хозяйственников нет всего этого, смогут ли они получить лицензию для дальнейшей работы? Управляющая компания, которая выходит на то, чтобы получить лицензию и дальше работать в этой сфере, она понимает, что в нее в дальнейшем будут очень жесткие требования, которые предусмотрены для тех организаций, которые имеют лицензию. И в случае плохой работы и лишения лицензии, там далеко идущие последствия. То есть руководитель, он будет занесен в специальный реестр, если он лишится, его компания лишится лицензии один раз, он не только не сможет, как бы сказать, повторно с этой же компанией прийти, чтобы получить лицензию, он не сможет в дальнейшем руководить ни в одной компании, не только в округе, в России вообще. Управляющие компании, которые находятся на грани банкротства, оказывается, также имеют право пройти лицензирование. Однако, даже если такая компания получит разрешение на работу, сохранение документа будет зависеть от жильцов. В каждой лицензии предлагается список домов, за которые управляющая компания берет ответственность. В настоящее время, то, что касается банкротов, нет ограничения. Но, опять же, мы исходим из того, что есть определенные стандарты для управления домами, то есть в том числе и по проведению расчетов с ресурсами с ближайшими организациями и с другими третьими лицами. Управляющие компании, которые являются банкротами, они, соответственно, не смогут выполнить этот стандарт. Я думаю, что, ну, просто разумный руководитель, он не должен просто заявиться даже на лицензию. Немаловажный момент. Что вправе потребовать собственники от своей управляющей компании, которая пройдет процедуру лицензирования? В первую очередь имеют право требовать от управляющей компании выполнение всех тех пунктов договора в соответствии с законодательством. Если такие пункты не выполняются, предоставляются услуги некачественные и другие там, как сказать, нарушения требований законодательства, то собственники в первую очередь могут принимать свои решения по привлечению этих компаний к финансовым, как сказать, штрафным санкциям. То есть это может в договоре указать, на общем собрании принимать решения. Либо, значит, обращаются в надзорные органы. Значит, в частности, в нашу инспекцию, в Государственный жилищный надзор. Когда в адрес жилищного надзора будет поступать обращение гражданина, будет проводиться по нему проверка. Если будет выявлено нарушение законодательства, будет выдаваться предписание. Если управляющая компания не исполняет предписание, она, во-первых, заплатит большой штраф, там, порядка 200 тысяч, и получит второе предписание. Второе, неисполнение второго предписания уже будет являться основанием для того, чтобы этот многоквартирный дом, в котором было выявлено нарушение, она прекратила в нем работу. Напомню, сдать экзамены и получить лицензию управляющим компаниям необходимо до 1 мая текущего года. Главная цель – упорядочить работу коммунальщиков и сделать ее более прозрачной.